В этом концерте мы попытались предложить вашему вниманию панораму эпохи, портрет этого времени. И мы будем в этом обращаться, в этом портрете, представим вам не только композиторов русских, но и композиторов западноевропейских, их современников. Михаил Иванович Глинка, музыка которого звучала только что, был очень яркой и достаточно уникальной фигурой. Он соединил все веяния своего века. Он был романтиком, это век романтизма, это расцвет романтизма и в русской, и в западноевропейской музыке и искусстве. Но при всей своей романтичности Глинка был предельно классичен по своему музыкальному мышлению. Он оставался приверженцем ясных классических законов. В западноевропейской музыке 19 века подобную же роль выполнял Феликс Мендельсон, композитор, которого называли Моцартом 19 века, который создал несколько новых жанров, который был практически во всем романтиком, но при этом он сохранял ясность и гармоничность классического мироощущения. И сейчас будет звучать органная музыка Феликса Мендельсона, который был ровесником Глинки. Итак, Феликс Мендельсон, две части из органной сонаты до мино. Феликс Мендельсон, две части из органной сонаты до мино. Феликс Мендельсон, две части из органной сонаты до мино. Феликс Мендельсон, две части из органной сонаты до мино. Феликс Мендельсон, две части из органной сонаты до мино. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Аплодисменты